Церковь отметила праздник в честь чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. В Санкт-Петербургской епархии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Явления Святыни. Главным событием стало праздничное богослужение в Тихвинском Богородичном Успенском Мужском Монастыре, где сейчас хранится чудотворный образ. Возглавил литургию митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Владимир. Ежегодно 9 июля город воинской славы Тихвин становится центром паломничества множества людей, желающих приложиться к чудотворной иконе, явившейся над речкой Тихвинкой еще в XIV веке. Ее почитают, ее любят и молятся тысячи людей. И Богородица отвечает на многочисленные просьбы нуждающихся в помощи. Многие, благодаря чудотворному образу, исцелились и получили просимое. Поэтому неудивительно, что на это празднование дня явления Тихвинской иконы съехались паломники не только со всей России, но и с дальних стран. Я приехала сюда из Канады по такому случаю сыну на праздник, на святую землю. Поздравляю всех православных христиан с праздником Тихвинской иконы Божьей Матери. Стоим на службе. Она помогла рождению нашей доченьки Анечки, которой сегодня исполняется один годик. Поэтому сегодня у нас большое событие. Первое – это, конечно, праздник иконы Тихвинской Божьей Матери. А второе – то, что Божья Матерь помогла нам в рождении нашей дочери, которое произошло год назад. И это явно ощущалось. Это икона всей нашей жизни, всей нашей семьи. Очень почитаемая. Праздничное богослужение под открытым небом возглавил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Владимир. В первую очередь он поздравил всех со знаменательным событием и поблагодарил наместника и всю братью Успенского монастыря за добросовестное служение Господу. Он также отметил, что с каждым годом обитель все более развивается и обустраивается, как и положено хранительнице одной из самых почитаемых святынь. Пусть Господь хранит всех и благословит. Пусть благодатный покров Царицы Небесной всегда пребудет над Отечеством нашим. Все присутствующие отметили помощь Богородице и в устроении праздничных мероприятий. Обещанного синоптиками дождя так и не было. К чудотворному образу приложились все желающие, кто не только хотел помолиться о помощи, но и поблагодарить Богородицу за заступничество и безграничную любовь. Продолжение следует...